Вопросы по Васту. Привет, друзья, с вами канал ArtVastu и сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые вы оставили мне под последним постом на Бусти. Добрый день, купили квартиру, еще ничего там не стоит, подскажите, пожалуйста, как расположить спальню родителей, может поменять ее с детской сына, кухня на западе, нужно ли ее корректировать, куда поставить мусор на ведро, вход на юго-западе утяжелить. Есть много мнений по поводу в какую сторону и как спать, хотела бы у вас уточнить, большое спасибо. Так, давайте посмотрим. Так, спальня у них нарисована, юго-восток-восток, это, видимо, для взрослых, а ребенок у них спит на северо-востоке. Ну, смотрите, значит, на юго-востоке взрослым спать нельзя, категорически нельзя спать женщинам. У вас кровать попадает больше в восточный сектор, но для семьи это тоже плохо, для спальни взрослых. На северо-востоке спит ребенок, ему там, в принципе, неплохо, но его кровать нужно убрать из брахмастана. В брахмастане спать нельзя. Если кровать попадает в брахмастан, ее нужно переносить. Если вы полностью не можете ее переносить, переносите ее максимально, насколько возможно. И если будет стоять выбор, то пусть лучше в брахмастан чуть-чуть ноги попадают, чем голова. Вот, кровать детскую из брахмастана надо убирать. Ну, я не знаю, переносить ли, менять ли спальню. Если вы сможете свою кровать в северо-восточной спальне поставить так, чтобы она не попадала в брахмастан, смысл поменяться будет, потому что сыну, мальчику на юго-востоке, востоке, ему будет лучше, чем вам, двум взрослым. Вот, по энергиям ему там будет лучше. Вот, ему можно там и спать, и играть, и что угодно делать. И эта энергия ему больше подходит, чем вам. Вам она категорически не подходит. Поэтому, если сможете впихнуть кровать на северо-востоке, не попадая в брахмастан, тогда меняйтесь. Так, что там еще было в вопросе? Кухня на западе, нужно ли ее корректировать? Куда поставить мусорное ведро? Кухня на западе. Нет, не надо западную кухню корректировать. Окон тут нет, я так понимаю. Кухня является утяжелением. Утяжеление на западе хорошо. Мусорное ведро. По поводу мусорного ведра. Мусорное ведро нехорошо хранить под раковиной, под источником воды. Если у вас есть другие шкафы открытые, куда можно его поставить рядом, но чтобы не прям под раковиной было, переставьте. У меня во всех квартирах мусорное ведро стоит отдельно. В этом есть свой плюс. Там меньше грязи скапливается. Я чаще его выношу, потому что оно на виду, не надо за ним никуда лезть. И ты всегда видишь, что оно уже заполняется, уже надо выносить. Но отдельно кухню, где это нахождение кухни, как правило, мы не корректируем. Или мусорного ведра. Мы корректируем целый сектор. То есть если в секторе много дефектов, и вообще есть дефекты серьезные, мы его корректируем. Если мало дефектов, мы его чуть-чуть корректируем. Так, какие тут у нас еще вопросы? Кухня на западе. Куда? Вход на юго-западе нужно утяжелять. В какую сторону спать? Вход на юго-западе. Вход на юго-западе обязательно по полной нужно. У меня есть видео про коррекции секторов оттока. И вам нужно сюда назначить все из этого видео. И также использовать форму утяжеления. Что вы утяжеляете не только юго-западный сектор, но и южный, и западный. Ну, юго-восточный тоже немножко утяжеляете. У вас там шкаф, в принципе, если шкаф, то в принципе можно не утяжелять. Где туалет находится? Где у нас... А, у нас санузел на юге. Санузел на юге, но он немножко залезает на юго-восток. Поэтому на юго-востоке все равно нужна медь. По краюшку этого санузла все равно надо корректировать кусочек этого юго-восточного санузла. Обязательно, не забудьте. Куда как спать? Так, куда как спать? Самое главное, куда нельзя... Ну, во-первых, я рассказала, где нельзя спать, в каких секторах. В юго-восточном секторе нельзя спать. Особенно женщинам. Вот, нельзя спать в Рахмастане. Это два таких табу, прям вот табу. Вот, какое направление для сна, куда головой? Любое направление, главное, чтобы голова не была на север. Не была на север. В любое направление, в другое. Дальше. В секторе юг-восток. Окно ориентировано на восток. Как это считается, зона оттока или нет? Аналогично с северо-запад. Окно ориентировано на запад. Это зона притока или зона оттока. Давайте посмотрим. Так, карта. На северо-западе у нас окно в западную сторону. Если бы у нас на северо-западе было бы окно по северной стене, на северо-западе по северной стене, мы бы его не стали заклеивать пленкой тонировочной. В западную сторону я бы все-таки заклеила. На юго-востоке точно бы заклеила. На юго-востоке я бы заклеила. Заклеивайте. Так, дальше. Благодарна за разбор квартир в предыдущий раз. Нарисовал вариант перепланировки. Насколько улучшится брахмастан, если в его точке сделать проем и небольшой коридор. Для кухни нужно будет тянуть слив от стояка до раковины через проем коридор и стена. И слив будут проходить по брахмастану. Очень сложный вопрос в формате нашей рубрики «Вопрос-ответ». То есть тут как бы дело о полноценной консультации. Поищите варианты. Варианты всегда есть. Я просто знаю, насколько важен брахмастан по своему опыту. Вам сейчас прикол расскажу. У нас была однушка, и часть комнаты со стеной попадала в брахмастан. И коридорчик, который кухню ведёт. С другой стороны этой стены тоже попадал в брахмастан. И у меня в комнате на этом месте, когда я с вас тут только познакомилась, у меня там был большой завал. Короче, тащила потихоньку это всё дело. Пыталась растащить, разобрать. И когда в итоге мне это удалось, это был такой колоссальный вообще. Небо и земля по энергии. Это даже слова меня писать. Но это место, оно... Я даже мебель оттуда всю убрала в итоге. Да, мне понадобилось на это время, много времени. Но в это место потом ещё, наверное, год у меня стягивались вещи. То есть энергия... Настолько привыкли жить с плохим брахмастаном, что это было негармонично. И подсознательно я туда... Я же сама... Я же сама туда складывала что-то. Вот вы домой приходите, хоп, и что-то поставили незаметно. Типа я потом разберу. И это потом разберу, хоп, через недельку идёшь пылесосить, а у тебя там кучка образовалась. И если время есть и настрой есть, то ты её разбираешь. На следующую неделю то же самое. И вот так вот у меня был год. Год у меня туда всё стягивалось. А я прям чувствую. Я сижу и чувствую, у меня нет сил. И я ничего не хочу делать. И у меня такая какая-то как вот день сурка. И в этот момент ты встаёшь и идёшь, убираешь всё в брахмастане. И у тебя хоп, и сразу же кайф. Вот я не знаю, как это словами описать. Поэтому подумайте, помозгуйте ещё. И обязательно сделайте коррекции в той квартире, в которой вы живёте. Пока она у вас не скорректирована, вы не сможете даже увидеть вариант хороший, удачный для этой квартиры. Уж тем более не сможете его внедрить. В этом самая большая проблема. Так, хочу сказать карту. Ирина. Ирина меня уже нашла. Так, это мы отвечали. Вот, давайте посмотрим. Дарья, здравствуйте. У меня вопрос. Окна выходят на запад и юго-запад. Батареи могут служить коррекцией. Здесь покрасить соответствующий цвет. Лучше по всей квартире запад и юго-запад. Батареи не могут служить коррекцией. Потому что они там уже давно висят. Если бы вы к этой батарее могли довесить ещё две батареи в это же место, в сектор оттока, тогда да, вы добавили бы излишний вес. Но так как они тут уже висели, и они под всеми окнами висят, и под приточными тоже. Нет, мы их не считаем. Мы их не считаем. Мы просто добавляем дополнительные веса. Так, почему нельзя спать в юго-восточном? Для женщин это проблемы по гинекологии. Серьёзные проблемы. Не просто какая-то мелочёвка, а серьёзные. То есть это может быть и проблемы с зачатием, и в принципе вообще отсутствие возможности иметь детей. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вот, единственные люди, кому подходят комнаты в юго-восточном секторе, комната, где будет ещё стоять кровать, и человеку там будет комфортно. И спать, и заниматься другими делами. Это мальчики. Это дети-мальчики. Для мужчин тоже не айс. Вы можете в юго-восточном секторе иметь там кабинет, шить, кроить, заниматься творчеством, работать, что-то ещё делать, но спать нет. Друзья, ещё один вопрос. В личных сообщениях. Обратите, пожалуйста, внимание, на Boosty есть личные сообщения, которые не под постами. Они приходят мне в личку. Открыть их с телефона нельзя. Только через браузер, только с компьютера. Поэтому мне очень сложно вам на них ответить. И ещё, смотрите, подскажите стоимость ваших услуг. Вот я начинаю вводить стоимость. Хочу, не стоимость, вообще хотела что-то ответить. Тут написано, вы не можете отправлять сообщения данному пользователю. И всё время это возникает, поэтому, пожалуйста, пишите под постами. Вот. И тут, пока я сообщение это смотрела, увидела один вопрос. В качестве исключения давайте его рассмотрим сегодня в видео. Но старайтесь, пожалуйста, оставлять вопросы под постом с вопросами. В одном месте. Ванная комната Северо-Восток, туалет Восток. Убрали перегородку, объединили туалет и ванную. Как можно сделать коррекции? Так, карта нарисована по моим урокам, что, несомненно, хорошо. Так, Северо-Восток. Вот полтуалета. Полтуалета попадает на восток. Они убрали между ними перегородку. У них получился совмещенный санузел на Северо-Востоке и Востоке. Ну, здесь всё просто. Мы же это разбирали. Вы обходите ожерельем для Северо-Востока, жемчуг серебро вы обходите со стороны Северо-Востока, а восточный кусочек туалета вы обходите кораллами и медью. То есть вам нужно посмотреть два видео. Одно видео коррекции Севера и Северо-Востока, вот, и второе видео коррекция Востока. И там я расскажу про коррекцию санузлов. И ещё один вопрос у нас. Добрый день, Дарья. Подскажите, пожалуйста, как можно откорректировать квартиру? Муж полнеет с каждым годом, и я постоянно болею. Как правильно поставить кровать и шкаф в комнате, где мы спим с дочкой? Юг и юг и запад срезаны. Через два года планируем переезд. Благодарю за помощь. Смотрите, тут кому плохо видно, вот здесь вот проходит стена, вот так, здесь вход, вот так вот стена опять, и вот так вот срез. То есть юго-восток у нас, ну то есть это, грубо говоря, гэшка. Вот такой вот юго-восток, я думаю, тут не совсем в масштабе. Вот. Ну не суть. Значит, на западе у нас вход, комод с зеркалом, зеркало смотрит в сторону юга, зеркало нужно убрать, закрыть, заклеить. Вот. Кровать мамы с дочкой получается в Брахмастане, очень плохо шкаф, утяжеляет приток. Комната сына на юго-востоке, что хорошо, супруг спит на северо-западе у нас. Смотрите, супруга желательно, если есть возможность, его сдвинуть вот в эту часть комнаты, где западный сектор кусочек попадает. Если бы его переместить в западный сектор, было бы лучше. Свою кровать с дочкой обязательно с Брахмастана убрать. Брахмастан-то вот этот средний квадрат. Отсюда надо убрать, двигать ее ближе к окну, в любое место ближе к окну. Шкаф, он стоит в самом притоке. Его бы лучше бы вообще убрать из этой комнаты. Ну, шкаф, ну не знаю, если мы его по этой стене поставим, он все равно на севере оказывается. Вот, если бы здесь он будет в Брахмастане, тоже плохо. Со шкафом. Попробуйте сначала сделать кровать. Кровать перенесите. Смотря что за шкаф. Вот здесь вот шкаф с зеркалами было бы. То есть, если бы у него были бы зеркала, было бы лучше. Значит, кровать обязательно надо вытащить из Брахмастана. То есть, либо вот сюда, либо вот сюда, либо вот где шкаф. Дальше. Значит, вход на западе и вот эти сектора, мы должны их утяжелить по формуле. Но так как у вас вот эти сектора, утяжеления класть некуда, вы все кладете вот здесь при входе. Или еще можно положить предбанники за дверью квартиры. Тоже можно, если там есть возможность. Вам нужно положить прям килограмм 100 утяжеления обязательно. Желательно еще над входом пирамиды, деревянные подвесы. Обязательно прям на западе. Или вы утяжеляете металлом, или утяжеляете камнями. Или и камнями, и металлом. Есть у меня видео по коррекции зон оттока. Там по формуле мы утяжеляем три сектора. Вы утяжеляете один, утяжеляете запад. И также у вас есть кусочек запада вот в этой комнате. Вот в этой комнате. Сюда тоже можно. То есть можете положить что-то здесь из веса, что-то здесь, что-то здесь. Третья задача. Это туалет на востоке, который очень-очень сильно вредит здоровью вашего мужа. И вашему сыну тоже. Но мужу в первую очередь. Через два года переезд. Это очень не скоро. Вам нужно обязательно сейчас сделать коррекции. Весь туалет на восток попадает и ванна. То есть плинтус вокруг туалета. У меня есть видео «Коррекция востока». Там я рассказываю, как корректировать туалет на востоке. И в комнате сына на юге-востоке. Юга-востока лоджи обязательно тоже корректировать. Заклеивайте стекла пленкой бронзовой. Вешайте деревянный подвес, если есть возможность. Если нет возможности, кладете в плинтус куда-то вниз желтые сапфиры. Нет желтых сапфиров. Возможность купить. Покупайте цитрины. Цитрины очень недорогие камни. Можно купить почти везде. Покупаете их и кладете. И медь на юго-востоке. Если вы для туалета найдете и купите, где медь недорого себе, то на юго-восток тоже. Коррекция юго-востока тоже у меня есть. Все, что там в коррекции сказано, вы здесь на юго-востоке можете использовать. То есть, в принципе, все видео, которые... Еще раз повторюсь, вам надо посмотреть. Коррекция от тока. Одно видео. Второе видео. Коррекция востока. Там будет, как корректировать туалет. И коррекция юго-востока. Вот. Три видео вам надо посмотреть. И по ним все сделать. И перенести свою кровать. Зеркало на комоде. Если можно перевесить куда-то, лучше перевесить. Про зеркала тоже видео есть. Вы, когда смотрите в это зеркало, вы должны смотреть на север, северо-восток или восток. А вы смотрите на юг, когда в него смотрите. Если есть возможность его перевесить, перевесьте хотя бы на противоположную стену, которая граничит с кроватью. Все. У меня все. И не ждите. Не ждите два года. Нельзя. Нельзя ждать. Делайте, что можете прямо сейчас. Надеюсь, мое видео было вам полезно. А с вами был канал ArtVastu. И до новых встреч.